Уважаемые коллеги, как уже было отмечено на сегодняшний день, количество пункционных вмешательств при различных видах аблации увеличивается с каждым годом экспоненциально. В то же время мы все понимаем, чтобы достичь максимального эффекта того или иного пункционного метода, основным залогом успеха подобного мероприятия является точная установка зонда либо электрода в необходимую область. При этом необходимо отметить, что для контроля установки инструментов могут быть использованы различные лучевые модальности. Это и ультразвуковой метод, и географическая установка, и компьютерная томография, и рентгенологический метод. Все они, конечно же, обладают своими преимуществами и недостатками. Во многом использование того или иного метода обусловлено предпочтениями хирурга, интервенционного радиолога или доступностью его в клинической практике, тот, что установлен в лечебном учреждении. Пару слов о преимуществах и недостатках различных методов визуального контроля. Рентгенологический метод самый старый, наверное, позволяет контролировать процесс установки инструментов в режиме реального времени с большим пространственным разрешением. Основные недостатки это, конечно же, низкая контрастность мягкотканных структур и суммационность изображения, что обуславливает сложность ориентирования в пространстве. Ультразвуковый метод хорош, режим реального времени, высокое пространственное разрешение, возможность использования контрастных веществ при необходимости. Однако зона обзора ограничена и также возможны экранирования костными структурами либо газом. И компьютерная томография такой во многом сбалансированный метод, обладает высоким пространственным разрешением с возможностью построения мультипланарных реконструкций. Этот метод повторяем, то есть можно и на предоперационном этапе выполнить сканирование, а потом интероперационно повторить то же самое исследование, что обеспечит реализацию того намеченного плана, который предоперационно был составлен. Что касается, мы чаще всего используем при криооблации опухолей в качестве метода контроля компьютерную томографию. При этом использование данной методики может быть реализовано в нескольких способах. Это либо прерывистый способ установки инструмента, когда врач постепенно, шаг за шагом продвигает инструмент в теле человека, и при этом выполняется периодический контроль с целью определить расположение конца зонда. Этот метод КТ флюороскопии, когда врач находится непосредственно около пациента в зоне облучения, и одевшись в защитный костюм, осуществляет этапный контроль продвижения инструментария. И, наконец, относительно новые технологии, которые нам сейчас стали доступными, это роботизированные системы, которые позволяют установить инструменты по заранее намеченной траектории, или в том числе в режиме условного реального времени. Вот на слайде представлены две технологии, которые мы опробовали. Это логика их работы различна. Если слева вы видите стереоскопическую систему, в которой загружается информация, далее на тело человека размещаются магнитные датчики, и продвижение иглы, на конец которой фиксирован магнитный датчик, отслеживается, в принципе, в режиме реального времени. Однако здесь есть некоторые нюансы, потому что данная технология с трудом оценивает возможные перемещения пациента и с трудом оценивает элементы глубокого вдоха. Таким образом, есть некоторый риск повреждения внутренних органов, потому что мы всего лишь имеем картину близкую к реальной, однако не являющейся в полной мере таковой. И вторая технология, да, это вот роботизированная система Максио, когда также происходит загрузка предоперационных данных на консоль роботизированной системы, выполняется планирование и осуществляется установка зондов по заранее намеченным траекториям. Вот так это выглядит установка вживую, да. Что она позволяет делать? Она позволяет одновременно установить несколько зондов, ну, вплоть до шести по достаточно сложным траекториям при большом отклонении от оси Y и Z, заранее планировать зону предполагаемой абляции, наметить те области, которых следует избежать, дабы не повредить либо крупные сосуды, либо внутренние органы. И данная установка, она совместима с большинством компьютерных томографов. Да, вот представляет такую активную консоль подвижную, да, с выдвигающейся рукой, в лапках которой зажимается проставка, через которую устанавливаются зонды, либо биопсийные угла. Вот это стандартное оборудование, которое используется, да, на верхнем левом слайде вы видите вакуумный матрас, с помощью которого пациент может быть зафиксирован, четко зафиксирован в определенном положении, либо на спине, либо на желатке, либо на боку, в наиболее удобном с точки зрения функционного доступа. Внизу вы видите такой специальный пояс, который может применяться для контроля глубины вдоха. Если же вмешательство проводится под общей анестезией, то здесь можно попросить анестезиологов остановить дыхание в определенной фазе, либо на краткий период во время сканирования и установки инструментов отключить вентиляцию. В среднем зоне слайда вы видите рабочую руку робота, видите такие металлические лапки, в которых зажимается пластиковая проставка. Внутри этой пластиковой проставки находится канал, через который устанавливается инструмент. Диаметр этого канала различный, обычно от 11 до 21 гейдж, однако возможно использование проставок с более толстыми каналами, в том числе и для нашей криотерапевтической системы диаметр зондов, который варьирует от 1,5 до 3 мм. Каковы же краткие этапы использования роботизированной системы? Пациент сначала фиксируется на столе компьютера-томографа и фиксируется с помощью вакуумного матраса, проводится предоперационное сканирование, полученные данные загружаются в компьютер-томографа, на его экране осуществляется планирование с учетом расположения от 1 до 6 зондов, и формируются предполагаемые зоны абляции. И далее через руку манипулятора устанавливается стилет, через комплект направляющих инструментов устанавливается стилет, после чего последний извлекается, и через интродюсер уже непосредственно ставятся криозонды. Вот один из клинических примеров. Да, это пациентка, страдающая раком толстой кишки, прооперированная, после чего прогрессирование на фоне химиотерапии с поражением костей и в связи с выраженным болевым синдромом на фоне поражения головки левой плечевой кости. Вот была выполнена попытка криоаблации очага деструкции. Через рапортизированную систему было установлено два зонда, таким образом, чтобы максимально исключить травмирование плечевого сустава. Вот видны зонды, установленные в зону деструкции. И еще одно наблюдение, также показывающее возможности рапортизированной системы. Видно по задней поверхности правой почки опухоль, при этом левая почка удалена в связи с видахоронным раком. Вот на консоли рапортизированной системы выполнено предоперационное планирование с установкой трех криозондов в зону опухолевого поражения. Через направляющие установлен стилет. И в дальнейшем в опухоль установлены три криозонда. Видны на слайде зонды и область сформированного ледяного шара. И непосредственно после выполнения аблации, вот выполнены исследования, показывающие сформированную зону первичного крионекроза. Таким образом, хочется отметить, что применение роботизированных систем перспективно с точки зрения улучшения точности установки различного инструментария при малоинвазивных функционных вмешательствах, в том числе и при криоблации опухолей. И роботосетированное вмешательство, в отличие от различных способов вмешательства в режиме реального времени, будь то флюороскопия или под контролем ангиографической установки, оно предотвращает облучение персонала. Спасибо большое. Продолжение следует...